здесь в холодильной камере у меня сейчас плюс 4 вот здесь вот лед замерз вот здесь замерз показывает минус 18 работает хорошо что же как получилось провести сервис холодильника которые 12 220 от газа вытащить его отсюда вот из этого паза была ну совсем не легкая задача во первых он прикручен прикручен вот через бруски здесь и через бруски оттуда вот здесь одно отверстие второе третье четвертое и если с этой стороны это просто вот здесь отсюда закручивали шурупа с этой стороны все понятно то с той стороны не совсем понятно с этой стороны вот один был шуруп а с другой стороны вот тут внутри под корпусом туалета пришлось снаружи вытащить кассету туалетную и аккуратно рукой доставать еле-еле достал как-то тут на стыке прямо неудобно было но еле-еле под наклоном отверточку плоскую пришлось самым крестообразный плоской отверточкой потихонечку удалось немного открутить и тогда лучше что было сделано ну во первых все почищено ну и холодильник нужно было продуть я обратил внимание что смотрите хотел сделать вот здесь два вентиляционных окна это приток и вот там выход значит если если бы видите тут такой полукруглая когда ставится печка она прямо до самого вот аж до сюда до самого конца доходит если бы тут было большое расстояние то я хотел сделать такой из жести сделать такой отражатель чтобы воздух отсюда приточный и шел не мимо холодильника а прямо дул на холодильник как бы сдвигался на радиатор сзади холодильника но так как здесь вот тут уже некуда даже его так подвинуть потому что он и так практически достает когда заезжает ну тут прямо остается несколько сантиметров поэтому не сделал вентиляционная решетка здесь было практически не то чтобы забита но мусор был вентиляционная решетка здесь тоже пришлось почистить с этой стороны и вычистил а с той стороны нужно продул сам холодильник ну это я сейчас покажу что было сделано в самом холодильнике какое здесь есть обслуживание необходимо ну конечно все перебрать тут это однозначно здесь там что еще необходимо сделать проверить все ли в порядке с контактами вот смотрите вот здесь у меня контакты в таких пластиковых пластиковых втулках и обратите внимание на вот эту полностью расплавилась и окислилась зеленью то есть вот здесь был плохой контакт и оно могло бы даже загореться но в случае отгореть что есть плохо здесь этот контакт нужно 12 вольтовый здесь этот 12 вольтовый вы видите с толстыми проводами но и на нем написано здесь 220 вольт все в порядке на что еще нужно обратить внимание модернизации смотрите когда греется там на 220 вольт или на или от газа от газа вот здесь вот горячая я хочу еще утеплить чтобы тепло греется вот эта трубка вот эта трубка и здесь вот утеплитель но она все равно через утеплитель горячая я дополнительно утепляю для какой цели ну во первых чтоб не терялась тепло эффективность увеличивается сильнее это нагревается за счет того что это не охлаждается тепло не уходит трубка сильнее нагревается и и сильнее морозит это во первых во вторых летом она будет еще сильнее нагреваться и сзади будет здесь нужно охлаждать вот это а так еще придется ехал но не придется пространство здесь будет нагреваться не только этим но и этим и эффективность поэтому было принято решение дополнительно вот таким материалом в любом строительном магазине продается сейчас дополнительно укутаю и стяжками пластиковыми закреплю для того чтобы сюда дополнительно теплоизоляция сейчас аккуратненько делаю вот так вот и она дополнительно будет сохранять тепло которое мы здесь расходуем потому что здесь как раз это основной элемент здесь или газом дальше еще покажу что необходимо было сделать значит или газом или 220 вольт или 12 вольт здесь нагревается и вот за счет этого идет процесс в аммиачном холодильнике значит что еще я сделал вот здесь есть форсунка значит что можно сделать открутить вот эту гайку вытаскиваете и там такая нержавеющая шайба мембрана с маленькой маленькой дырочкой прямо иголочкой ее расковыривать нельзя но почистить нужно если она забивается то слабо горит газ ну а все остальное в данной ситуации здесь все в хорошем состоянии все горит все работает поэтому больше ничего в обслуживании не нуждается ну вот такая ситуация сейчас я все это делаю ставлю назад и холодильник уже проверил минус 15 он морозит в морозильной камере значит все в порядке включен сейчас он на 220 да и что еще можно сделать это вот прочистить дымоход здесь в дымоходе стоит такой турболизатор вот здесь вот его вытаскиваете и его нужно вытащить и дырку и вот этот турбопровод этот прочистить он должен быть чистый без нагара без ничего продуть прочистить ну и хорошо вот это все продуть чтобы было без пыли все повторяйте в принципе это то что необходимо делать вообще в сервисе говорят что каждые два года кто это делает каждый каждые два года у меня так получилось что я вытащил холодильник ну и теперь обслуживаю повторяйте подписывайтесь на канал холодильник у меня вот такой с морозильной камеры здесь холодильник у меня сейчас плюс 4 вот здесь вот лед замерз ну а вот здесь замерз показывает минус 18 минус 18 минус 17 работает хорошо дома плюс 20 при плюс 20 он даже до такой температуры до минус 20 доходит работает все хорошо